Вчера воины выигрывали танки и солдаты, сегодня воины выигрывают средства массовой информации. Назовем вещи своими именами. Сейчас идет информационная война. Каждому из вас раздали новости, каждая из которых потенциальная бомба. Вань, подожди. Невероятно досталась новость из прошлой темы. Поменяем? Давай посмотрим. Город Волжск, авария на ТЭЦ, один человек погиб, два квартала без света. Просто шикарная новость, тебе повезло. Ну какое отношение эта новость из маленького городка имеет к политической повестке? Вот смотри, объясняю на пальцах. Два квартала без света, один человек погиб. Звоним в местную администрацию. Что нам там отвечают? Да то же, что и в любой другой местной администрации в любом регионе мира. Они просто промычат, чтобы не брать на себя ответственность. Берем это мычание, идем к любому гражданскому активисту. Какие отношения у любого гражданского активиста с любой местной администрацией? Ну примерно как у кошки с собакой. Абсолютно верно. И поэтому этот гражданский активист с огромным удовольствием и с 99% гарантией расскажет вам, что вообще у этой администрации все плохо. И дороги, и школы. И вообще странно, как этот город Волжск еще стоит. Для атаки на местного губернатора сойдет, ну так, на троечку. Это еще не все. Идем к нашему знакомому инженеру и спрашиваем его, господин инженер, а известно вам что-нибудь об аварии на Волжской ТЭЦ? Ну, естественно, он ничего не знает. А у нас есть информация, господин инженер, что эта авария могла произойти из-за какой-то поломки. Ну, любой механизм на ТЭЦ. Ну, посмотрите в Википедии быстро. Быстро, быстро, быстро. Редуктор. Вот, сломался редуктор. Вот у нас вопрос, может ли редуктор стать причиной аварии? Конечно, может, говорит инженер. А еще нам известно, господин инженер, что редукторы эти шведского производства. А возможно ли сейчас, в условиях санкций в России, когда любые поставки запрещены, где-нибудь найти эти шведские редукторы? Ну, вы, в общем, за него ответили. Идем дальше. Дальше. Звоним в профильное министерство и задаем вопрос. Как вы относитесь к проблеме поставок шведских редукторов в условиях санкций? При слове проблемы любой чиновник бросает трубку. Молодец. Но мы, ребята, пытливые. Идем еще дальше и звоним самому министру с вопросом, как быстро импортозамещение заменят нам эти шведские редукторы? Приемные министры просто перестают отвечать. Шикарный финал. И это еще не финал. А вот в финале мы идем к любому более-менее известному правозащитнику и просим его прокомментировать слова министра. А что нам отвечает что-то типа, что вы хотите от министра? Кто его назначал? Президент Путин. Вот. Президент Путин. Что мы имеем в итоге? Заголовок. Катастрофа в Волжске. Лид. Путинский министр закрыл глаза на гибель человека в Волжске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова